Продолжаем разбирать задачки досрочного ЕГЭ по математике, и сегодня у нас номер 15 — логарифмическое неравенство. Условия перед вами, и, ясное дело, нужно решить неравенство. Думайте сами, решайте сами, а затем смотрите разбор. Итак, перед нами исходное неравенство. Если вы не специалист по равносильным переходам, то мой вам совет — начинайте с ОДЗ, не забудьте про него. Аргумент наших логарифмов, он здесь одинаковый, должен быть строго положительным. Записав соответствующее неравенство, применим метод интервалов. Не забудьте, что если вы домножаете обе части неравенства на отрицательное число, то знак неравенства нужно сменить. Ну, а других проблем здесь возникнуть не должно — х принадлежит интервалу от минус пяти до пяти. Чтобы сократить писанину, давайте сделаем замену. Ну, конечно, заменим наш логариф, получим квадратное неравенство t в квадрате минус 7t плюс 12 больше или равно нуля. Вновь на помощь приходит метод интервалов. Мы планируем решить наше неравенство относительно t, а потом сделать обратную замену, как вы понимаете. Так что не удивляйтесь, что нынешняя числовая прямая подписана как t. И для этих t мы получаем совокупность. Годятся все t, которые больше или равны четырех, а также те, что не превосходят трех. Вот сейчас-то мы и сделаем замену. Подставим вместо t логариф 25 минус x квадрат по основанию 2. Дальше план действий таков. Мы решим первое неравенство, второе неравенство, объединим множество их решений и не забудем про УДЗ. Четверочку сотрем пальцем, оставив черную гелевую калиаксо и вместо нее напишем логариф 16 и по основанию 2. С тройкой та же самая история, только логариф имеет аргумент 8. Из этого следует, и только лишь слева направо, совокупность, в которой мы будем сравнивать уже аргументы логарифмов. Ведь все они имели одинаковое основание, больше единицы, кстати. Двоечку. А вы понимаете, почему здесь только следствие? А раньше вон равносильность была. Все дело в УДЗ. Мы про него вообще забыли, логариф-то не всегда существует. А в нашей второй совокупности об этом ни слова. Но сильно не переживайте, ребят, так и задумано. Сейчас мы решим два неравенства совокупности, а затем помянем УДЗ. Вот она собственной персоной, так еще и на числовой прямой. Давайте на этой же числовой прямой отметим нули левых функций в совокупности неравенств и обозначим множество решений ионных. Смотрите, нам годятся все числа от минус 3 до 3 включительно, вдобавок иксы от минус бесконечности до минус корня 17 и от корня 17 до плюс бесконечности. Присмотритесь ко всему этому пристально. Темно-синих футболках решение двух неравенств, которые нам предстоит объединить, а затем им суждено пересечься с оранжевыми. И вот исход этого матча выше лиги неравенств. Полуинтервал от минус 5 до минус корня 17, отрезок от минус 3 и до 3 и бонусом полуинтервал от корня 17 до 5. Все, кто получил этот ответ, большие молодцы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова